УФСИН – это федеральная служба исполнения наказаний. Данный орган относится к исполнительной власти и контролируется Министерством Юстиции. К учреждениям данной системы, непосредственно осуществляющим наказание, относятся исправительные и воспитательные колонии, следственные изоляторы. Работа в УФСИН является государственной службой. В нашей стране служба государству считается почетной и престижной. Для того, чтобы устроиться на работу учреждения уголовно-исправительной системы, необходимо пройти серьезный отбор. Стоит ли проходить этот непростой путь и устраиваться в учреждения УФСИН? Об этом рассказал заместитель начальника ФКУ «Тюрьма» Михаил Дюсимбаев. Работа в УФСИН на сегодняшний день подразумевает службу у нас, для чего мы сегодня выступаем, службу в нашем учреждении. Это ФКУ «Тюрьма» в УФСИН России по Челябинской области. Сегодня стоит очень острый вопрос комплектования нашего учреждения с сотрудниками, а также наших ведомственных вузах, о которых я остановлюсь чуть попозже. Что такое на сегодняшний день уголовно-исполнительная система? Уголовно-исполнительная система – это, во-первых, стабильность у нас. Несмотря на сегодняшний день с последними событиями очень сложное социально-экономическое положение, то у нас в системе эта стабильность, это ежемесячное денежное удовольствие начинается от младших инспекторов, ну и заканчивая, конечно, офицерским составом. Денежное удовольствие у нас начинается от 28 тысяч рублей в месяц, и оно повышается в зависимости от того, что продвижение по службе, от стажа, выслуги лета и так далее. На сегодняшний день такие есть преимущества перед гражданскими структурами о том, что у нас есть предоставляем ежегодный оплачиваемый отпуск, он не менее 50 суток. В соответствии с 197-мым федеральным законом сотрудникам уголовно-исполнительной системы предоставляется дополнительно ежегодный отпуск, количество дней 10 за ненормированный рабочий день. Кроме этого, одним из самых главных направлений, бонусов или плюсов, скажем там, это бесплатный проезд к месту проведения отпуска одним из членов семьи. Причем можно добираться до места проведения отпуска любимыми видами транспорта, включая водные, наземные. Если у вас есть автомобиль, то можете и на автомобиле. Мы тем самым компенсируем весь этот проезд в отпуск в одну сторону и, конечно, обратно. Также у нас происходит льготное исчисление выслуги лет. Человек, прослужив один год, засчитывается полтора. И тем самым, если на сегодняшний день мы остановимся на этом, сотрудник устраивается к нам, прослужив в вооруженных силах, ему на сегодняшний день где-то 19-20 лет, то 32-33 года, значит, он уже может уйти на заслуженный отпуск, так называемый, на пенсию. Также у нас выплачивается ежегодно материальная помощь, когда человек уходит в отпуск. Также выплачивается, значит, выплата существует единовременно на обзаведение хозяйством, когда сотрудник выходит жениться или выходит замуж, пишет рапорты, и мы это предоставляем. Также происходит ежегодная индексация заработной платы. Это, как правило, в октябре каждого года происходит индексация на уровне инфляции. При поступлении на службу, у кого есть среднее профессиональное или высшее образование, служба начинается со звания прапорщика. И, соответственно, по мере того, что с годами это происходит повышение, как по званию, если человек получает образование, он, соответственно, получает должность выше, чем выше должность и звание, и количество в услуге лет, которым прослужил, денежное удовольствие только увеличивается. Хотел бы отдельно остановиться на наших ведомственных вузах. У нас на сегодняшний день их семь. Те лица, которые на сегодняшний день обучаются в школах, это заканчивается 11 класс или техникум, могут обращаться к нам. Мы формируем пакет документов, они проходят медицинскую комиссию и отправляем на учебу. Учеба в наших ведомственных вузах, когда человек поступает в ведомственный вуз, в чем отличие с гражданских, они полностью государственно обеспечиваются. Это проезд, это питание, облудирование. Кроме этого, выплачивается достойно, но я думаю, что по сравнению с гражданскими структурами, эта стипендия, она составляет на сегодняшний день порядка 15 тысяч. Какие критерии необходимы для поступления в уголовную исполнительную систему? Это, конечно, образование не ниже среднего. На сегодняшний день, это, как правило, если 11 класс заканчивал, или техникум, лицей и так далее. Но один из барьеров для мужского пола присутствует, это служба в вооруженных силах Российской Федерации. Прослужив в вооруженных силах Российской Федерации, человек приходит к нам, мы направляем его, проходит медицинскую комиссию. Если человек по решению медицинской комиссии профессионально пригоден для службы уголовной исполнительной системы, мы принимаем его в наши ряды. И в зависимости от того, как я уже выше указывал, если человек в дальнейшем будет обучаться, не обязательно обучаться в наших ведомственных грузах, может у него какая-нибудь есть детская мечта быть другим по специальности, не обязательно в силовых структурах, он может обучаться, мы предоставляем каникулярные отпуска, и они получают бесплатно образование. Кроме этого, у нас также есть стопроцентная оплата больничных листов, если по каким-то состояниям здоровья человек находится на больничном, мы полностью оплачиваем. Есть социальная страховка. Мы с первого дня поступления в наши ряды, он человек застрахован. Если какие-то там, не дай бог, получатся в процессе несения службы в этот период что-то там со здоровьем, мы выплачиваем социальное пособие в данном направлении. Сумма в зависимости от несенного увечья. Служба в армии, конечно, образование, но и состояние здоровья, но и одно из самых главных составляющих, конечно, это отсутствие судимости. Тюрьма на сегодняшний день в тюрьме отбывает наказание. Это очень злостные преступники. Те женщины, которые переступили закон, у нас государство гуманное, они приговариваются, как правило, к колонии общего режима, а у нас здесь Верхновральская тюрьма. Поэтому нам необходимы сотрудники мужского пола. Есть, конечно, у нас женский персонал. На сегодняшний день он уже равен одной трети целым по личному составу. Но они ограничены, такие как медицинская часть, это отдел кадров, бухгалтерия, спецотделы, ряд других. И по мере необходимости мы тоже будем взаимодействовать с вами и будем приглашать. Кто изъявит желание, кто-то может даже после. Сейчас на сегодняшний день родители тоже находятся дома, кто-то служит в рядах вооруженных сил. Необходимо обращаться в отдел кадров нашего учреждения. Фуковая тюрьма, улица Северная, 1. Также можно обращаться под телефоном 2-25-33 или 2-12-30. В любое время, в любой рабочий день. С понедельника по пятницу. Наше с вами интервью происходит как раз в коммун. 143-й годовщина образования уголовной исполнительной системы. Хотелось бы действующих сотрудников, пенсионеров нашей системы поздравить с этим профессиональным праздником. Пожелать самое главное – здоровья, неиссякаемой энергии, долголетия. Всего-всего самого хорошего, что вы сами пожелали себе. С праздником наступающего, дорогие друзья!